здравствуйте дорогие друзья в предыдущем ролике я рассказывал что участились атаки хакеров на российские НИИ вот так же и ФБР принудительно удалило с серверов созданные хакерами вредоносные файлы то есть не на одну Россию нападают вредоносные скрипты появились на серверах из-за атака из-за атаки хакерской группировки HavNiom базирующаяся в Китае и поддерживаемой государством в предыдущем ролике как раз зачитывал что сейчас хакерские группировки поддерживаются государствами в начале марта Microsoft сообщила что хакеры получили доступ к серверам используя уязвимые места в программном обеспечении и создали на них скрипты для удаленного управления их и удалило с санкции суда ФБР министерство институт США объявило о проведенном федеральном бюро расследования операции по удалению вредоносных файлов скриптов сотен сервисных компьютеров под управлением программного обеспечения Microsoft server удаление производилась с санкцией суда решение было вынесено в южном Техасе уязвимость в Microsoft сервис воспользовались хакерские группировки чтобы разместить на них собственное вредоносное ПО скрипты которая позволяет им осуществлять удаленное администрирование компьютерами именно эти скрипты и удалились в ходе операции проведенной ФБР с санкцией суда во вторник 13 апреля сегодняшняя операция удалила оставшиеся в оболочке одной из ранних хакерских групп которые могли использоваться для поддержания и эскалации постоянного несанкционного доступа к американским сетям ФБР провело удаление выдав команду через оболочку на сервер которая была разработана чтобы заставить сервер удалить только в оболочку идентифицированную по ее уникальному пути к файлу в нем отмечается что операция по удалению вредоносных файлов прошла успешно но в ее ходе не исправлялись никакие уязвимости Microsoft сервер и не удалялись другие вредоносные программы которые хакеры могли разместить, используя свой доступ к сетям и серверам ФБР уведомит владельцев и операторов серверов по удалению файлов хакеров но рекомендует поставщикам услуг, к примеру провайдерам, уведомить пользователей контактами которые она не располагает от самих пользователей обратиться в местное отделение ФБР если их компьютер был скомпрометирован по словам помощника генерального директора Джона Дэммерса из отдела национальной безопасности Министерства юстиции который приводится в обращение операция продемонстрировала силу которую государственно-частное партнерство приносит в кибербезопасность нашей страны борьба с киберугрозами требует партнерства с частным сектором и государственными коллегами заявила исполняющая обязанности прокурора Дженнифер Лоу из Южного округа Техаса эта операция является примером приверженности ФБР в борьбе с киберугрозами через наше прочное партнерство с федеральным и частным сектором сказал исполняющий обязанности помощника директора киберотдела ФБР Тони Угорец в начале марта 2021 года Майкрософт объявил что хакеры использовали несколько уязвимостей ПО Майкрософт для установки веб-оболочек на тысячи компьютеров в том числе в Соединенных Штатах файлы которые примудительно удалило ФБР могли быть слишком сложными для обнаружения и устранения отдельными владельцами серверов к концу марта сотни файлов остались на некоторых компьютерах сервера по сообщению компании хакерская группировка HavNeo базирующаяся в Китае и поддерживаемая государством атаковала компании и структуры в сфере юридических услуг высшего образования исследования инфекционных болезней, оборонных подрядчиков, аналитические центры и некоммерческие организации хакеры получили доступ к серверу используя уязвимые места создавая вероносный скрипт для удаленного управления взломанным сервером после чего использовали этот доступ с частных выделенных серверов в США и похищали данные Майкрософт сразу же выпустила обновление для защиты пользователей сервера Китайская группировка поддерживает правительство нападает на организации в США борется конечно с этим ФБР в партнерстве с частными компаниями защищает свои данные так что во всем мире эта проблема существует и не только в России так же и в Америке и во всем мире сейчас это один из способов получения информации хакерские атаки на этом пока все подписывайтесь, заходите на канал почаще всего доброго, до свидания, до новых встреч до новых встреч